Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое огромное видео! Да, сегодня будет большой разбор полётов. Он должен был выйти вчера, но вчера у меня случилась беда. Дело в том, что у меня умер котик. Поэтому я расстроился и не смог закончить этот обзор. Но закончил его сегодня и поэтому давай поговорим о самом важном из мира криптовалюты прямо сейчас. Я очень надеюсь на твою поддержку лайком, потому что такие обзоры занимают очень много времени и усилий. Давай наберём хотя бы 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, биткоин всё ещё находится в падающем тренде. Обратно коррелируя с индексом доллара, который в последнее время, как ты видишь, растёт. Индекс доллара меня и пугает, что я и написал в названии этого видео. Потому что кажется, что он формирует то, что называется закруглённое дно. Очень-очень похоже, не так ли? Это фигура, которая обычно обозначает разворот вверх и продолжение роста. И мы видим, что индекс доллара уже пробил линию шеи. Ну или находится прямо на ней. И если это продолжится, то индекс доллара может вырасти аж до 115 пунктов, снова тестируя свой исторический пик вот здесь. Мы видим, что бычий тренд начался, согласно этому индикатору, 14 августа 2023 года. Именно в этот день мы увидели вот это большое падение биткоина. И с тех пор биткоин только делает, что падает. Но пока что держится выше этой поддержки. Вот почему индекс доллара очень важная метрика, которая может ответить на вопрос, а когда биткоин будет расти? Когда индекс доллара будет падать, соответственно. Пока что этого не происходит. Но что интересно отметить, в итоге на длинной дистанции индекс доллара не играет решающей роли, так как он все равно не меняет фундаментальных показателей биткоина и не решает проблем доллара США как фиатной валюты. Он просто отображает силу доллара по отношению к другим валютам. Например, к евро. Учитывая, что большинство валют сегодня падают, индекс доллара растет. И будет расти до тех пор, пока ФРС США не начнет уменьшать процентную ставку. Как только рынок убедится, что ФРС снижает ставку, естественно, индекс доллара тоже поедет вниз. Конкретно сейчас все находятся в неопределенности, гадая, а что именно скажет ФРС США через 14 дней. У себя в Телеграме я публиковал ожидания, но здесь повторю еще раз. Рынок фьючерсов думает, что ФРС больше не будет повышать ставку в этом году. Они дают на это 93% шанс. Также они дают 54%, что ставка не повысится в ноябре, и 53%, что не повысится в декабре. Узнаем, что скажет Пауэлл через 14 дней. На самом деле они не могут продолжать такую политику вечно. У правительства из-за этого уже накопилось проблем. Они даже едва ли способны удовлетворять финансирование собственных долгов. Итак, когда ФРС США начнет снижать ставки, индекс доллара тоже начнет падать. Вот почему мы видели вот это падение индекса доллара здесь. Потому что рынок тогда твердо был уверен в том, что ФРС США понизит ставку. Сейчас же у нас царит атмосфера неопределенности, нет никаких заявлений и так далее. Поэтому по умолчанию люди переключаются на доллар. Именно поэтому индекс доллара и вырос. Что может повлиять на принятие решения ФРС по ставке через две недели? Нефть и рынок труда. Что касается нефти, она достигает 90 долларов, уровня которого мы не видели с ноября 2022 года. Но есть большая разница. В ноябре 2022 года нефтяной резерв США был на 250 миллионов баррелей больше, чем сегодня. Поэтому теперь будет сложнее опустошать резерв продажи его на рынок, тем самым пытаясь опустить цену на нефть. Да, рост нефти определенно может повлиять на рост инфляции в августе. А это значит, что у ФРС США может быть мотивация для того, чтобы продолжать свою борьбу с инфляцией. Рынок труда. Последний отчет показал, что безработица в США неожиданно подскочила до 3,8%. Посмотри на этот график. С 2008 года вакансии растут. Здоровая экономика – это больше людей и больше вакансий. Поэтому график должен следовать этой синей штрихпунктирной линии. Но во время пандемии этот тренд сломался, как мы видим вот здесь. Затем восстановился. И сейчас мы снова резко и быстро летим ниже этого штрихпунктира. Это значит, что безработица будет расти. Несмотря на слова ФРС о том, что рынок труда устойчив и сильный. Говоря о рынке труда, есть очень интересная информация. Посмотри на это. Это запрос «Страйк в Гугл». И он бьет 15-летние рекорды. Также на следующей диаграмме мы видим, что мы находимся в двух неделях от того, чтобы назваться второй крупнейшей забастовкой за 25 лет. Это информация от Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности. Они работают с Ford и General Motors в США. Разумеется, это тоже будет иметь влияние на безработицу, а безработица будет влиять на инфляцию. Хотя, в принципе, ФРС США и добивается того, чтобы сломать рынок труда. Поэтому здесь будет немного обратный эффект. Разумеется, президент США не пускает эту ситуацию на самотек и готовит программу финансовой некредитной помощи компаниям, чтобы те смогли удержать рабочую силу. То есть, проще говоря, они собираются влить несколько миллиардов долларов в экономику. Что касается президентов. Еще больше кандидатов в этой президентской гонке США выступают в поддержку биткоина. Например, кандидат в президенты Виве Крамасвами заявляет, что он является большим сторонником биткоина. Я очень поддерживаю биткоин. Если мы перейдем на децентрализованную датабазу в любой сфере, к которой может обратиться любой анонимно и в любое время, а правительство не контролирует ее централизованно, я думаю, что это будет хорошо. Друзья, это то, что на долгосрочной дистанции будет сильно влиять на мир. На то, как будет трансформироваться старая политика, старая организация и старое устройство. Конечно, если только все эти кандидаты не занимаются популизмом, зная, что на следующих выборах президента как минимум 50% голосующих будут принадлежать миллениалам, которые увлекаются биткоином. Так, например, в Турции половина населения уже инвестирует в биткоин. Давай уделим еще немного времени биткоину, потому что здесь есть о чем поговорить. Количество биткоинов, которое не двигалось 5 лет, то есть часть из них либо утеряна, либо холдеры их просто-напросто держат, несмотря ни на что, достигло 8 миллионов монет. И нужно отметить, что этот график учитывает только последние 5 лет. И на самом деле эта цифра должна быть еще больше. Так что биткоин становится с каждым месяцем все более дефицитным. И чем более дефицитным он будет становиться, тем меньше усилий на булране придется приложить, чтобы он значительно вырос. В пользу этого говорит и этот график. Здесь мы видим, что за последние 30 дней переместилось всего 5,4% от всего доступного предложения биткоинов. То есть 94,6%, практически 95%, не двигались вообще. Несмотря на слабый рынок, на падение цены, на страхи фат, 95% монет никто не трогал. Экономически это означает, что когда большие деньги зайдут на рынок и купят, цена может стать параболической. Ведь всего 5% предложения доступны на рынке. Страшно представить, что будет, когда большие деньги фактически начнут бороться между собой за эти 5%. Еще одна причина быть позитивным на этом рынке. Некоторые люди уже называют это вторым дном. Здесь мы видим, что биткоин вырос до 28 тысяч долларов, а затем откатился обратно до 26. Но затем на 26 тысячах долларах плюс-минус мы видим большие покупки. Эта модель показывает нам, что есть рыночное дно и есть второе дно. Второе дно следует за рыночным, но уже по более высокой цене. Зеленые кружки это рыночное дно, а синие это второе дно. Согласно этой модели мы сейчас формируем второе синее дно. Биткоин сезон сейчас на отметке 27. То есть мы близки к выходу из биткоин сезона. Это знак того, что скорее всего в скором времени капитал может перетекать из биткоина в альткоины. Индекс сезона альткоинов показывает нам то, что альткоины сейчас находятся в таком же состоянии, как в 2019-2020 году. Это было хорошее время, когда и закладывался фундамент для стократного роста альткоинов. При этом не обязательно, что биткоин будет падать в цене, но его доминирование может сократиться. Но когда точно может это произойти? Посмотри на этот график. Это индикатор рисков на биткоине и альткоинах. На альткоинах сигнала риска не наблюдается, а вот на биткоине он есть. Причем находится он на историческом пике, как ты видишь, на отметке 92 из 100. А это значит, что с этого момента ситуация должна постепенно улучшаться. Другими словами, среднесрочная перспектива, исходя из этого графика, выглядит благоприятно для криптовалюты и биткоина. Биткоин, исходя из этого графика, достигает дна в середине сентября и готовится к звездному октябрю. И мы близки к локальному дну, но рынок все еще нестабилен. Здесь мы также наблюдаем большой разброс между криптовалютами с большой и малой капитализациями. Это означает, что в ближайшее время продолжительного альткоин сезона ждать не приходится. И так будет продолжаться приблизительно до апреля 2024 года. До этого времени больше внимания все-таки будет оказываться биткоину. Но некоторые альткоины, конечно, тоже будут находиться в центре внимания. Давай поговорим про эти альткоины. Начнем с эфириума. Баланс эфиров на биржах достиг пятилетнего минимума. 14,4 миллиона монет. Падение продолжается уже два года, а значит эфир становится более дефицитным. Особенно учитывая темпы его сжигания после обновления мерч. Если говорить про технический анализ эфириума. Здесь мы видим, что на эфире появился крест смерти. Это когда 50-дневная средняя скользящая пересекает 200-дневную среднюю скользящую сверху вниз. Этот крест возник тогда, когда эфир стоил 1620 долларов. Вопреки популярному мнению, что крест смерти приводит к обрушению цены, я могу точно сказать, что в четырех случаях из десяти он заканчивается ростом и в шести случаях из десяти падением. Учитывая это, есть 40% шанс, что 16020 долларов оказываются локальным дном для эфириума. Что касается потоков капиталов цифровые активы. Здесь мы видим, что за последние семь недель мы наблюдали в основном отток капитала из цифровых активов. За последнюю неделю отток составил 11,2 миллиона долларов. А общий отток за семь недель составил 342 миллиона долларов. Но даже учитывая это, приток в криптовалюту в этом году составил 165 миллионов долларов. За последнюю неделю инвесторы выводили деньги из всех основных криптовалют, кроме биткоина и соланы. В биткоин они вложили 3,8 миллиона долларов, а в солану 0,7 миллиона. Интересно, что за этот год больше всего денег вложили в биткоин, а затем в солану. Это значит, что солана в этом году становится самой любимой монетой инвесторов. Этому есть еще одно косвенное доказательство. Это диаграмма наценки или скидки на криптопродукты от Grayscale. И мы видим, что на биткоин скидка составляет практически минус 20%, минус 19,99. На эфириум минус 30%. И чтобы понимать динамику, всего несколько недель назад скидка на эфириум Grayscale была 55%. Это значит, что на протяжении нескольких недель спрос на эфириум от Grayscale среди инвесторов вырос. Но посмотри на солану, точнее на G-солану. Здесь у нас уже не скидка, здесь у нас наценка 308%. То есть, чтобы купить G-солану, нужно заплатить чуть ли не в 4 раза больше. Неужели спрос от институциональных инвесторов на G-солану настолько высок, что они готовы переплачивать столько? Что касается GBTC, то есть биткоина от Grayscale, посмотри на этот график. Здесь мы также наблюдаем скидку в 20%, а значит, есть еще пространство для арбитража. Когда инвесторы Grayscale могут получать прибыль, продавая спотовый биткоин или открывая шорт-позиции на биткоин-фьючерсах и одновременно с этим покупая акции GBTC. Это, конечно, оказывает сильное влияние на рынок. Причем это влияние ощущается уже достаточно продолжительное время. Практически весь этот медвежий рынок. Но если мы посмотрим, то заметим, что с декабря 2022 года происходит сужение скидки на GBTC. И если тенденция сохранится, мы увидим нулевую возможность для арбитража. Этот процесс еще больше ускорится, когда произойдет конвертация GBTC в спотовый биткоин-ETF. Такое сужение скидки говорит о том, что инвесторы приобретают большую уверенность в биткоин-трасте и чаще начинают в него инвестировать. Хотя, конечно, говорить о настоящем взрывном булране, когда инвесторов до сих пор пытаются привлечь 20% скидкой, еще рано, по моему мнению. Вот когда здесь будет наценка, это уже другое дело. Говоря о Грейскейл, у нас есть еще большие новости по Грейскейлу. Грейскейл давит комиссию по ценным бумагам и биржам США очень сильно. Некоторое время назад они победили их в суде, а теперь буквально приказывают всех, что пора разрешить им трансформировать их биткоин-траст в спотовый биткоин-ETF. И вот что они пишут. Если бы можно было предложить какую-либо другую причину в попытке различить спотовый биткоин-ETF от фьючерсных, мы уверены, что эта причина уже давно бы появилась в одном из 15 постановлений комиссии, включая постановление о неодобрении заявки на спотовый биткоин-ETF от Грейскейл, даже после того, как первый фьючерсный биткоин-ETF был одобрен. Иными словами, Грейскейл говорит, что у СЕК нет ни одной причины отказывать в запуске спотового биткоин-ETF после того, как комиссия разрешила запуск первого фьючерсного биткоин-ETF в США. Риторика Грейскейл здесь понятна, и мне она нравится. Так и нужно, никакой мягкой силы здесь не может быть. А комиссии пора перестать оттягивать неизбежное, несуществующими причинами. Но давай вернемся к Солане, которая стала, как мы уже поняли, самой любимой альтернативной монетой для инвесторов. Виза будет проводить платежи в стейблкоинах USDC через блокчейн Соланы. Таким образом, Виза становится одной из первых крупных компаний, которая использует Солану. Виза планирует использовать Солану для платежей. И уже заявила о том, что использует эфир и Солану для перемещения миллионов долларов между своими партнерами. Эфир и Солана будут интегрироваться в Виза.нет. Электронную платежную сеть Визы. Фактически, Виза использует Солану для того, чтобы соединить традиционные финансы и Web3.0. Глава отдела криптовалют Визы Кай Шеффилд добавил, что использование стейблкоинов USDC и блокчейнов, таких как Эфириум и Солана, поможет им повысить скорость трансграничных расчетов и понизить их стоимость. Простыми словами, это означает, что Виза теперь является холдером и Эфириума и Соланы. Ты просто вдумайся в это. Ну разве это не бомба? Виза держит Эфир и Солану. Как же отреагировала на это цена Соланы? Да никак. Когда заканчивается медвежий рынок? Когда криптовалюта пампится на хороших новостях? Но сейчас мы этого не видим. Это значит, что большинство людей еще не продали. По крайней мере, на примере Соланы. Продавцы еще не закончились. Медвежка же закончится тогда, когда закончатся продавцы. Когда всех желающих продать вытряхнут. Этого пока еще не произошло. Но это не проблема Соланы. Это всего лишь сигнал, что если речь идет о крупных альткоинах, то они еще не готовы к росту. Рынок еще не вытряхнул всех желающих продать. И чем быстрее они продадут, тем быстрее начнется бычий рынок. Кстати, на обычном рынке, когда выходят такие классные новости, как интеграция Соланы с визой, цена пампится как сумасшедшая. Но как только хорошие события перестают выливаться в рост цены, это означает, что близится конец этого роста. Недавний пример был на биткоине, когда он вырос на новостях про подачу заявки на запуск спотового биткоин ETF от BlackRock. Это очень важно понимать для того, чтобы находить точки для входа и выхода из той или иной криптовалюты. Итак, Microsoft интегрирует Aptos, Starbucks использует Polygon, Google инвестирует в Energy Web, а Visa холдит Солану. И, наконец, вишенка на торте. 9-ти триллионная компания BlackRock теперь публично поддерживает биткоин. На минуточку, если бы BlackRock была отдельной существующей страной, то ее ВВП было бы третьим в мире после США и Китая. Ты просто вдумайся, насколько это огромная компания. Вот что происходит, пока рынок падает. Пока все в стагнации. Пока люди боятся. Пока люди уходят отсюда. Вот что происходит. Посмотри на Hedira. Что с ней происходит? Hedira привлекает больше внимания после того, как платформа микроплатежей Drop, основанная на технологии Hedira, была добавлена в качестве поставщика услуг для FedNow, системы мгновенных платежей ФРС США. Согласно пресс-релизу FedNow, Drop – это банковская альтернатива платежам, которая позволяет продавцам принимать покупки на небольшие суммы в цифровом виде, без больших комиссий за транзакции. Drop позволяет осуществлять микроплатежи в Hedira, в долларах США и USDC. И вот к чему это привело. Hedira. 20 миллиардов транзакций. При этом интересно, чтобы набрать первые 10 миллиардов транзакций, ей понадобилось 1738 дней. Но чтобы набрать следующие 10 миллиардов транзакций... Ну чтобы набрать следующие 10 миллиардов транзакций... Короче, чтобы набрать следующие 10 миллиардов транзакций, ей понадобилось 100 дней. Ускорение принятия Hedira налицо. Ripple XRP тоже интересное развитие, MasterCard объединяет силы с Ripple, чтобы помочь правительствам запускать CVCB, цифровые валюты центральных банков. Я не особо люблю CVCB, знаешь, для меня это как монета-шпион, но на самом деле для Ripple это даже хорошо, так как большинству людей все равно, дадут им цифровые валюты, пойдут и будут пользоваться. Достаточно вспомнить те самые очереди на сканирование глаз с попытки получить 50 долларов WorldCoin. Теперь я хочу поговорить о сегодняшнем положении вещей на криптовалютном рынке. Все скучно, но это очень показательно. Объемы торгов на централизованных биржах, таких как Binance, например, не были такими низкими с 2020 года. Среднедневной объем снизился от пика в 164 миллиарда долларов на 92% до 13 миллиардов долларов. Для справки, на пике бычьего рынка 2017 года объемы составляли 28 миллиардов долларов, сейчас 13. Кроме этого, интерес к криптовалюте в поисковых запросах Google буквально обнулился. Рынок выглядит пустынным. Мы находимся на уровнях интереса 2018 года. Криптовалюта сейчас больше никого не интересует. И я могу показать тебе это на примере своего YouTube канала. Вот, безо всякой цензуры, пожалуйста. На протяжении Медвежьего рынка он привлек всего лишь 600 новых подписчиков. Для сравнения, на бычьем рынке, когда биткоин достигал 60 тысяч долларов, на канал подписалось 200 тысяч человек. Но чтобы этим людям заработать деньги, должно быть наоборот. Вот здесь должно быть 200 тысяч, а здесь должно быть 600. Вот, посмотри на эту визуализацию рыночного цикла. Мы сейчас находимся во второй половине третьего квартала, в фазе стагнации. И это повторяется каждый цикл. Нужно просто воспринимать это как возможность. Почему? Потому что сотни иксов делаются не тогда, когда мы покупаем на пике трендов в Google. На пике роста YouTube каналов. На взрыве объемов торгов на бирже. Нет. Мы делаем миксы, если покупаем тогда, когда никому это не нужно. Когда никому не интересно. Когда никто об этом даже не думает. И я уже видел, как все сомневались, стоит ли покупать биткоин за 6 тысяч долларов. Если память не изменяет, это был 2018 год. Вот здесь. Это было вот здесь. Затем биткоин обрушился до 3 тысяч долларов. И с рынка ушли даже сомневающиеся. Всем стало скучно, никому больше не было интересно. Все разочаровались. И знаешь, когда им стало интересно? Когда биткоин превысил 20 тысяч долларов. Тем самым достигнув нового исторического пика. После этого люди долго сомневались. А вдруг этот рост ловушка? Дождавшись, когда биткоин вырастет до 60 тысяч долларов. Когда вот эти Google тренды вырастут до вот этого пика вот здесь. Они взяли и купили. Подавшись массовой эйфории. Высосав всю ликвидность у находящихся в эйфории ритейлеров, биткоин обвалился и перешел в длительный медвежий рынок, в котором мы находимся до сих пор на самом-то деле. И люди потеряли огромную кучу денег. И просто нашли тех, кто в этом виноват. И знаешь что? На этот раз будет так же. Никому не интересен биткоин за 25 тысяч долларов. Если он обвалится сейчас до 15 тысяч долларов, уйдут даже сомневающиеся. Но придут сюда обратно выкупать за 70 и 100 тысяч долларов. И повторят весь этот цикл снова. И опять найдут тех, кто виноват в том, что они все потеряли. Если ты пройдешь эту стагнацию, переживешь это падение, этот жуткий, скучный кошмар. Если ты пройдешь это даже тогда, когда тебе становится невыносимо, когда силы уже заканчиваются, знай, ты заслужил все то хорошее, что будет дальше. Ты заслужил тот буллран, который сейчас готовится. Готовится большими компаниями. BlackRock, Microsoft, Google. И знаешь, когда начнется самый большой взрыв криптовалютного рынка? В точке твоего максимального отчаяния. Максимального. Ты сам посмотри на этот график. Мы начали этот год на отметках 25 тысяч долларов. И сейчас мы находимся на тех же отметках. Прошло 8 месяцев. Этот уровень 25 тысяч долларов на самом-то деле очень важный. Здесь он был поддержкой, здесь сопротивлением, здесь опять сопротивлением, здесь поддержкой. И сейчас мы снова его тестируем. Если мы его пробьем, у нас падение-то будет дальше. Что еще должно случиться, чтобы начался буллран? Ну, конечно же, падение индекса доллара. Выход в ФРС США с заявлением. Либо мы побили инфляцию, либо мы подняли наш целевой уровень с 2% до 3%. Далее, возможно, выход министра финансов США Джанет Йеллен с заявлениями о том, что доллар слишком силен. Процентные ставки стали слишком высоки. Настолько высоки, что наши платежи по процентам превышают военный бюджет. Зачем им делать такие заявления? А чтобы переизбраться? А Джанет Йеллен останется на месте только тогда, если переизберут Байдена. А он переизберется, если политика немного смягчится, хотя бы до выборов 5 ноября 2024 года. Ведь ни один политик не хочет, чтобы его уничтожил свой собственный центральный банк. И сегодня мы увидели пример этого поведения. Снижение ставок в Польше на 75 базисных пунктов вызвало опасения. Неужели центральный банк вторгается в политику преждевременным снижением ставок, чтобы помочь правящей партии в преддверии парламентских выборов в следующем месяце? Ну нет, нет, конечно же это невозможно. Спойлер, возможно. Это произошло. Центральный банк сделал это на фоне все еще рекордной инфляции в 10%. Какая разница, какая там инфляция? Нам надо выборы выиграть. И возможно что-то подобное мы увидим и перед 5 ноября 2024. Но меня зовут Богатейший Ди, и как всегда я благодарен каждому, кто посмотрел это видео и поставил ему лайк. Для меня это очень важно. Ради этого я и работаю. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова